Риский губернатор наведался с инспекцией в приюты и дома ребенка и, увидев тамошний пердемонокль, ужаснулся. В детском доме украли все, даже сиденья для унитазов. А как-то на вот эти унитазы может ребенок ходить кто-либо? В детском доме украли все, даже сиденья для унитазов. А почему у них дети, которые уже, вот они изначально попадают сюда, их нету, слава богу, несчастные дети. Губернатор и дальше решил делать неплановые набеги на детские дома. Еще при Матвичуке комиссия выявила жутчайшее воровство и полный развал в подобных учреждениях. Однако, как говорится, оргвыводов не последовало, а члены комиссии получили, как говорится, по шапке. Губернатору Степанову придется признать, что он снял квартиру, то есть получил должность антисанитарную, с кучей долгов, проваленной крышей, кишащей тараканами, то бишь ворами и жуликами. Есть два пути. Начать бороться с этим, либо махнуть там все рукой и предоставить тараканам ползать, где им вздумается. А самому тырить то, что еще осталось. И не обращать внимания на их шалости. Что и делал Миха. Либо объявить паразитам войну. При Монтвичуке на проворовавшихся чиновников так кричали, что те обморок падали. Это что, крик? Угроза? У чиновников губернатор спрашивает, сколько нужно времени и денег, чтобы все наладить. Если бы районная администрация, районная администрация, вы просто мне привезли вот эти фотографии и сказали, Максим Владимирович, вот проект, нам нужно полтора миллиона, два миллиона. Я бы снял с любого объекта. У тех аж при злоне деньги глаза загадились. Дай миллион. Что? Что делать? Дай миллион. Здравствуйте. С вами программа 740. И я... Шо? Не нравится название 740? А чем не нравится? Ж... Чего? Жидо... Жидовская? Хе-хе. Так вы, батенька, антисемит. А ну-ка, граждане, пройдемте в тамбур. Я... Мне вам кое-что показать надо. Пройдемте, пройдемте. Пройдемте, я сказал. В Одессе двое бывших евромайдановцев оказались антисемитами. Бывших потому, как стремление в Европу и стремление к нацизму. Небольшие разницы. Там, возможно, их и сразу арестовали в кутузку. И правильно бы сделали. Так вот, приехал этот Твикс, сладкая парочка из глухого села в Одессу. Такое ощущение, что у них в селе дороги поразмывало. И они там несколько веков жили отрезанными от цивилизации. А вылезли? Тут телефоны мобильные. Интернет. И все тебя видят. Ох, божечки. И все, что в голове роится, в голове роилась сплошная дрянь, они запечатлели для потомков. Жиди в нашем селе, звідки я родом, это Чернівецкий район, село Мазурівка, садили за окремий стіл. Я очень долго себя запитывала, почему жиди садили за окремий стіл. И мне знадобилось 38 лет, чтобы понять ответ на это вопрос. Жидов не можно любить. Один только вопрос в связи с этим назревает. Но позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Призыв. Призывник заявляет, я в армию идти не могу. Комиссар ему. Почему? По убеждениям. А каким еще убеждениям? Я убежден, что там мне не понравится. Я вам скажу больше. Армия начинает не нравиться уже, когда туда настоятельно приглашают. Владелец Тельхинария, пан Кисловский, с военкомом снова ключинись. Я не знаю, почему. Но ловля призывников стала для них своеобразной охотой. Ату его, ату его, загоняй духа. Вот этого студента их поймали на паре. Он сбежал от них и заперся в машине. А подручные Кисловского военкомата стали колбаситься вокруг. Бедные родители, увидев, какой холомец происходит здесь, вы представляете, что они подумают за армию? Егор Кваснюк, сын покойного телеведущего Григория Кваснюка, уехал в Россию еще в 2014 году. С той поры он стал посетителем всех российских шоу. Он рассказывал о распятых снегирях, о людоедах в Доме профсоюза. Вывешал публике лапшу про фашистов. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Но видать, даже у российского ТВ есть рамки брезгливости. Если мазало этого, перестали вызывать и оплачивать ему брехни. А он только хотел рассказать, как над ним цинично надругались бандеровцы. Но не случилось. Он обнищал. Тогда Рост ТВ запасывал сюжет о несчастном всеми забытом Кваснюке. Три года спустя Егор без работы, на съемной квартире. Перспективы получить российское гражданство нет. Даже вид на жительство не дают. Просрочил миграционную карту. Болел. Много русских превращается сейчас в бомжей. На территории Российской Федерации из-за нежелания чиновничества хоть что-то делать. Егорке надо было бы знать, что использованные кондомы всегда выкидывают. Но он еще может спастись. Кваснюк заявлял, что за его голову СБУ назначило 20 тысяч долларов. Так начинай продавать себя по частям. Сперва отдай руку. Тысячи за три. Проклятым этим бандеровцам. Много тоже тысячи за две. За голову, правда, много не дадут. Нафига им такой пустопорожний предмет. А лучше сразу меняй на боярошника. Все помнят эти леденящие душу кадры, когда детский котище охотился на чайку. Кадры с прохвостом набрали немало лайков. И мы поспешили в аркаде найти этого хищника. И вот он по-прежнему охотится. Кота назвали ввиду его безжалостности Чарли. Унишительно ласкательная от умершего маньяка Чарльза Мэнсона. Теперь все одесситы ходят в аркадию, чтобы покормить Чарли и тем самым сохранить поголовье чаек. Обычно программа у нас длится 7 минут 40 секунд. Но этот выпуск чуть побольше. Ведь на этом все. Приехали. Конечное. Выходи, как говорится, с вещами. С вами была программа 740. 21 выпуск. Счастливое число. Но на этом кондуктор нажми на тормоза. Я прощаюсь с вами. Но мы обязательно встретимся. Только билет купите на наш экспресс. И поедем. А на этом все. Люблю вас. И целую нежно. Прочевайте. Продолжение следует.